Сложно Беззвучно спросить величественный Арарат о том, что тревожит. И получить такой необходимый, пусть и безмолвный ответ. Есть вещи, которые не меняются тысячелетиями. Есть города, которые стоят веками. И есть страна, которая обновляется ежедневно. В наши дни в Армению можно приехать, по сути, только по воздуху. Первое, что видит любой из нас, это небольшой, но очень современный аэропорт Еревана, потом усеянная яркими вывесками дорога в город. Кажется, что это мир, в котором уже все есть. Если города действительно развиваются, то до сел руки государства дошли не до всех. Это особенно чувствуется в селах дальних и приграничных. Всего пара сотен километров от Еревана. Где-то нет дорог, где-то нет школ, где-то нет водопровода. Местные женщины носят воду из источника на себе. Так же, как много столетий назад. Это сейчас чувствуется огромная разница между городами и селами. А каких-то 20 лет назад такой разницы почти не было. Положение и крупных, и малых населенных пунктов было одинаково бедственным. Возучит лесу недоставления и испытывали идея из-за не доставки. Слышенка не было. Прочитает именно это. Неуж remote. Совет не было, что мы не знали. но и Луису, и урожайся. Мы не можем взять и уйти, и уйти. Мы не можем взять и уйти. Мы не знаем, что это то, что мы не знаем. Я не знала, что мы наоборот. Я не знала, что мы не,… … мы не знали, что мы не знали. И одна из недери плавы, мы и берем наличие. Раздача «Кирасин» стала первым гуманитарным проектом только-только созданного фонда «Айястан». Нужно было действовать немедля, чтобы как можно больше людей согрелись от холода. Но до этого еще предстояло найти на керосин деньги. Редкие кадры. Заседание учредительного собрания фонда, 1992 год. Айастан стал единственной в своем роде организацией, призванной объединить всех армян, как в самой Армении, так и за ее пределами. Но создатели фонда уловили главное. То, во что верит каждый армянин от мала до велика. В мире, по разным оценкам, живет от 8 до 12 миллионов армян. И только 3,5 миллиона из них в Армении. Нужен был механизм, который позволил бы объединить всех, сконцентрировать общие усилия на благо родной земли. Призыв услышали. Кто-то сдавал цепочки, крестики, браслеты. Кто-то продавал свои украшения и жертвовал вырученные деньги. Эти и другие пожертвования сделали возможным первый крупномасштабный гуманитарный проект фонда. Зима. В Спитаке, Гюмри, Ванадзоре, Степановане, Айастан вложился в строительство жилья для тех, кто остался без крыши над головой после землетрясения. Гюмри, Ванадзоре, Степановане, Степановане. За чудом стояли конкретные люди. Те, что не жалели ни своих средств, ни своих сил. Но предстояло выйти на другой уровень. Осуществить то, без чего сотни тысяч человек не могли жить полноценной жизнью и после того, как с электричеством в регионе вроде бы все наладилось. Инженская сезон, которые не могли жить полноценной жизнью. В последнее время, когда умерли, не было ни о чем, ни о чем, мы не могли ничего выделить, не было ни о чем. В самом деле, жители Карабаха находились в транспортной изоляции. Большинство издательствовало 67 лет назад, но не было за 60 лет. Начали с большим джечкой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Памятник «Мы – это наши горы» – символ Нагорного Карабаха, любимый не только местными жителями. Бабушка и дедушка, как ласково называют монумент карабахцы, притягивают взоры и никого не оставляют равнодушными. Это не просто символ республики. Это еще и символ мирной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Но забрала многих. Одержав в итоге победу в сложнейшем, неравном противостоянии и провозгласив независимость, пусть и непризнанную в мире, Республика столкнулась с новой для себя бедой – одиночеством пожилых людей. Война многих стариков сделала сиротами, за которыми некому следить и ухаживать. Так появился первый в регионе дом престарелых – в здании, где раньше был детский сад. Субтитры создавал DimaTorzok Профинансировать глобальный ремонт дома-интерната взялся фонд «Аястан». Старое здание уже всех не вмещает. Семь десятков человек, ставших одной большой семьей. Все, что у них есть – это их друзья, заботливые сотрудники – их дом. Один на всех. Это старое здание, новое напротив. Оно будет намного комфортнее и надежнее. Работы здесь ведут не покладая рук. Когда закончат, обитатели интерната переедут сюда, а строители возьмутся за реконструкцию второго дома. Комнаты у нас есть одноместные, двухместные, трехместные. Выделены комнаты для тех, которые лежачие, не могут передвигаться. Есть комната отдыха. Несмотря на то, что во всех комнатах у нас будут телевизоры, но, как во всех семьях, наши проживаемые хотят общаться, собираться в комнате отдыха, поделиться своими мнениями, побеседовать, посоветоваться, рассказать каждой о себе. Для обитателей дома престарелых жизнь здесь не только избавление от одиночества и интересное общение. Это еще и возможность получения оперативной, квалифицированной помощи. И днем, и ночью за дедушками и бабушками наблюдают медицинские сотрудники. Комната дежурных специально спроектирована таким образом, чтобы можно было всегда видеть, что происходит в коридоре. Даже тогда, когда никто из постояльцев о помощи не просит. В праздничные дни мы тоже как вот дома все им организовываем. Красивый стол нарядный накрываем со всеми шашлыками, салатами. Ну, чтобы они не почувствовали одиночество, чтобы они всегда себя чувствовали, как в своей семье. Ну, раз они пришли сюда, значит, они были обделены вниманием дома. Ну, и мы хотим, все работники, создать те условия для них, чтобы люди одиночества не почувствовали, чтобы людям было хорошо. Живущим тут людям очень важно чувствовать, что они не одни в этом мире. И они чувствуют, наблюдая за тем, как обновляется их общий дом. Обновляется на деньги, пришедшие из разных частей света. Всеармянский фонд «Айастан сегодня» – это штаб-квартира в Ереване и 25 филиалов по всему миру. В США, Канаде и Аргентине сразу по два офиса. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, в Торонто и Монреале, в Буэнос-Айресе и Гордале. А еще в России, во Франции, в Германии, Великобритании, в Уругвайе, Голландии, Швейцарии, Австрии и Ливане, Швеции и Румынии, Австралии и Бразилии, в Греции и на Кипре, в Сирии и Иране, Кувейте и Италии. По уставу, фондом управляет Совет Попечителей во главе с действующим президентом Армении. Важная особенность – Совет отражает всеармянский охват фонда. Нужды и достижения организации в рамках Совета обсуждает в том числе и люди, которые в обычной жизни могут и не сядут за один стол друг с другом, но фонд – выше любых разногласий и противоречий. За год в году, в Майис-Амси, в Германии, СССР, СССР, в том числе, в Германии, СССР, СССР и Украина, СССР и Курсия. В этой Германии, СССР, они, в Германии, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В долларах суммы с пятью нулями и более Вывешен на самом видном месте при входе в штаб-квартиру Айастана Без этих людей невозможно было бы осуществить Самые масштабные и жизненно важные проекты Счастье это здесь Так говорят маленькие обитатели этого детского сада в Ереване Единственного в Армении, где мальчики и девочки из неблагополучных или малообеспеченных семей Не только получают первые необходимые знания, но и могут жить практически всю неделю Уезжая домой на выходные Полностью обновленное фондом Айастан здание Укрепленное снаружи и утепленное изнутри Сдано в этом году Тут дети окружены заботой И профессиональным вниманием Опытных воспитателей Для детского сада Насредства фонда Была закуплена вся необходимая мебель Все оборудование для жилых помещений, санузлов и кухни Мы в Манкапартизе Верянурокумице Неверинг стации Газоджах Сарнаран Сарнаран И в мецплита Октагур Чашеньк патранствуем Мецэлектро Газоджах И в мецкат Чашеньк патранствуем Здесь стараются не акцентировать на этом внимание Но некоторые дети Нехоти уезжают из садика Даже на пару дней И мечтают, чтобы вместе с ними В этой разноцветной сказке Жили и их родители Воспитатели признаются, что Порой у них сердце кровью обливается Мечта не может так убедить Потенциальных доноров в том, что их помощь нужна и полезна Как реальные истории реальных людей Которым требуется поддержка Плюс прозрачная деятельность фонда И возможность для любого из жертвователей Ознакомиться с максимально полным отчетом По проектам и расходам А главное Возможность увидеть готовые результаты Деятельности фонда Необходимая информация Публикуется на сайте Химнодрам.орг на трех языках Армянском, английском и русском Кроме того, у доноров есть возможность Ознакомиться с выходящими ежегодно Печатными отчетами Оформленными в виде иллюстрированных альбомов И, конечно, побывать Там, где их деньги сделали добро Батит и туз Ира, батит и туз Нарек Ты ухаватумешь, за мер бапу? Айо Айо Айо, ты съезд и вы, да? Угу Айо Экелекомо? Айо Папни, куда ты качал? Качал, я тоже Проводил на трех языках Айо, я тоже Ты не съезд и вы, да, я тоже Ты ухывеешь, за мер бапу? В 1996 году состоялся первый телетон. Многочасовой телевизионный марафон и специально арендованные студии в Лос-Анджелесе транслировали каналы в разных странах. Этот опыт оказался сверхуспешным, и проведение телетонов стало не просто традицией, а, пожалуй, главным мероприятием года для фонда. Для эфира был выбран 4-й четверг ноября – День Благодарения. На телетоны приглашают армян со всего мира. Выступления звезд и начинающих исполнителей, подробные рассказы и видеоматериалы об основных проектах фонда за год, подведение итогов сбора средств в Армении, Нагорном Карабахе и Диаспоре. Телетон итоговое, но не единственное мероприятие подобного толка, на котором собираются деньги на текущие нужды армянской земли. В Европе ежегодно в течение трех дней проходят так называемые фонетоны – телефонные марафоны, в ходе которых обзванивают сотни человек с предложением стать донорами. Кроме того, например, в Аргентине, как и в Ливане, проводятся радиотоны с трансляцией на несколько известных в этих странах радиостанциях. А в Москве представители известных армянских семей с недавних пор собираются на ежегодный благотворительный ужин. Помимо этого устраиваются благотворительные велопробеги, концерты, выставки. Фонд «Айастан» не стоит на месте. Задействует и почту, и СМС, и интернет. Все современные технологии сбора денег. Но условия всегда одинаковы. Доноры могут либо пожертвовать любую сумму на текущие проекты по усмотрению фонда, либо выделить средства на конкретный проект. Например, чтобы построить школу в городе своего детства, или реконструировать систему водоснабжения в родном селе. Дальше за дело берутся профессионалы. Когда строители, работающие с фондом, начинали работы по восстановлению этой шушинской школы, выяснилось, что здание не соответствует нормам самоустойчивости, и возникла необходимость укрепить несущие конструкции. В�� ворота. Без Rachel не хотели купить, что купить с отвергиями слой, когда люди были купить с отвергиями слой, и они уничтожили всю работу по усмотрению к сарминам. Куда ещё купили и купили всю текущую ворота, еще разъязывали уточники слой. Други переграли на панетах, к 시작у, кухни, и светит к сарминам. И приближали желтые с lại. И, что мы занимаемся сейчас, мы не хотим купить их. обновленная школа уже открыта, и там проводятся занятия. История, математика, языки. Образованию в Карабахе отводят важную роль. Здесь, конечно же, ценят ту помощь, которую получают от армян всего мира. Но надежда карабахцев не только на благотворительность. Это сильные духом, умеющие добиваться своего люди. Сначала было очень трудно, но потом я взялась мыслями, что кто-то должен эту работу сделать, кто-то должен помочь этим людям. А вы в Степанакерте жили? Да, все, что в Степанакерте жила. И не увещали? Никогда. В годы войны? В годы войны я была в Степанакерте. Сыновья мои воевали. И я сидела в штабах. В этой библиотеке, отремонтированной на пожертвования, бережно хранят историю родного города. И показывают материалы разных лет. Об этих местах писал даже Осип Мандельштам. Поэт застал город спустя десятилетия после массовых убийств армян в 1920 году. Прошло уже много лет, но эти строки кажутся актуальными и сейчас. Правда, уже после других событий. Так в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведал эти страхи за природную душу. Сорок тысяч мертвых окон там видны со всех сторон. И труда бездушный кокон на горах похоронен. Сорок тысяч мертвых окон. А с тем, что они находятся даже на мангок, а с тем, что они находятся в социальных техниках. Что их угрозят, когда мы находимся в северных и северных властях, что мы находимся в коконии. Александру Николяну уже 91. Он как-то раз увидел телетон, и вот уже много лет он отдает часть своих денег, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке. И с гордостью показывает банковские чеки и сертификаты донора. И мы с вами мы говорим, что мы все, что мы занимаемся в 12 месяц, 10 тысяч граммов, я занимался. Мне очень нравится, что я, когда мы не делали, что это не делается, когда это было у нас, у нас занимается каждый день. Я говорю, что с ним уже не было. Мы проводим свою жизнь, свою жизнь, свою жизнь. За 20 лет существования фонд Айястан успела вырасти целое поколение. Например, в этой семье первый ребенок появился как раз в год основания фонда. Я считаю, что все эти вещи были найдены, но мы уникали все свое мнение, что у нас есть много успехов, когда мы создали, что нам есть очень счастливые. Я говорю о том, что в 1992 году Лилит, как и ее младшая сестра, знает о трудностях начала 90-х только по рассказам взрослых и надеется, что подобное больше не повторится. Свои знания она передаст дальше. Сейчас у нее подрастает собственный ребенок. У ее ровесника, фонда Айастан, детей уже много. Воспитательница не говорит вслух о том, что ее тревожит, о будущем подопечных. После отличных условий обновленного детского сада-интерната, воспитанники вновь вернутся домой. Ни одной школы, где были бы созданы такие же отличные условия для постоянного проживания детей из малообеспеченных семей, в Армении нет. Пока нет. Двадцать лет существует фонд Айастан. Двадцать лет мы вместе реализуем проекты, влияние которых на жизнь древнейшего народа сложно переоценить. Сколько еще трудностей нам предстоит преодолеть. Сколько еще счастья сможем мы подарить друг другу. Сколько еще имен появится в списке тех, кем гордятся и взрослые, и дети. С этими мыслями мы вновь и вновь возвращаемся на родную землю. Мудрый Арарат знает ответы на любые вопросы. Нужно лишь правильно их задать. И на вопрос о том, что же такое всеармянский фонд Айастан, он, видимо, ответил бы так. Это протянутая рука одного армянина другому. И добавил бы, помните, любой может оказаться по любую сторону этого рукопожатия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова